Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Наушники или нет? Нет, наушники не обязательно, да, у нас всё тут по-домашнему, спокойно. Олег Пекай и Александр Шонин вместе с вами в студии, и к нам присоединяется Александр Фоминский, руководитель организации Безвес ЛВ. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Насколько сейчас вот в это время года, вот есть какая-то сезонность, например, вот с напряжённостью работы, когда нужно искать людей, то есть вот увеличивается ли количество в тёплое время или в холодное время, есть ли какая-то специфика вот в работе вашей организации? Ну, конечно, сезонность у нас есть, присутствует особенно, ну, летом чаще это люди, которые пропадают, вот это грибники и, ну, подростки, может, которые убегают, хотят потусить где-то там летом. А зимой, конечно, этот спад происходит намного, ну, серьёзней. Ну, а насколько частые случаи, например, те же самые рыбаки, вот, всё, что связано с водоёмами, со льдом? — Зимой? — Да. — Зимой, ну, не так часто у нас в основном. В основном их, я так понимаю, успевают доставать пожарно-спасательная служба, и там это место известно. То есть, как правило, если человек тонет под водой, рыбак, который там, вокруг есть люди, которые видят это место, знают, где, ну, этот человек утонул, и если не сильное течение, его довольно-таки легко достать. В наших случаях больше сложнее нам найти, если мы говорим о суициде, то есть нету неизвестного примерного места, где-то человек, возможно, что прыгнул там с моста или с какого-то ещё другого места. Вот здесь намного сложнее искать человека. Вообще искать в воде человека – это очень, ну, сложно. Мы испытываем иногда очень большое давление на нашу организацию, что, как бы, где-то утонет человек, и там говорят, ну, съездите, найдите, помогите, там, плачут. И мы, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что мы не можем этому человеку помочь. Мы говорим, ну, извините, мы помочь не можем. Ну, как это так? Вот вы там нашли в Далгове, в Андреоста, там, три человека, а вы здесь мне отказываете. Ну, люди просто не понимают до конца, что, ну, Далгова большая, и мы находим, ну, конкретно, где, если известно, где человек, там, утонул на камере, если это какой-то карман, тогда мы можем его найти с специальными приборами. А если он просто упал где-то в Далгове, Далгова имеет огромное течение, ну, просто его невозможно найти, как иголку в стоге в сену. Но ведь зима еще, это наверняка могут быть пенсионеры, которые с деменцией, например, человек вот сел не в тот автобус, вышел на конечные станции, ушел куда-то в лес и вот пропал. То есть вот такого рода случаи. Это довольно-таки распространенный случай, очень, ну, частый случай, так скажем. Вот это с деменцией, или человек уходит, или это не только пожилые люди, есть и молодые люди, и с какими-то проблемами со здоровьем. На самом деле пропавших людей, ну, обращений очень много к нам, да, и вот мне бы хотелось бы рассказать о нашей программе, о нашем приложении «Базово Столове», через вашу передачу, что, то есть оно, как родилось это приложение «Базово Столове», когда все, ну, знают, наверное, что пропал Иван Берладин в Лепе, такой мальчик, которого не нашли, к сожалению, живым. И тогда обратилась нам компания, которая создает программы, и она, ну, предложила нам написать программу совершенно безвозмездно. И они нам сделали программу. Они так и сказали, говорят, вы умеете искать людей, а мы умеем делать программы писать. И скажите, какая она должна быть? И родилась вот эта программа, так называемая «Базово Столове», которая, она в аппликации называется просто «Базово Столове», то есть ее можно скачать на Android, ее можно скачать на iPhone. И вот об этой программе я хотел бы вам рассказать поподробнее. Александр, так давайте назовем этих ребят, которые написали, ну, поблагодарим их. Это компания «Чили Лапс», которая создала эту программу и поддерживает на сегодняшний день ее. Они все время ее обслуживают, помогают, и мы не платим ни цента за нее. Хотя мы используем эту программу постоянно. Для чего эта программа и служит, и вообще чем она хороша? Она разделена на, как сказать, на два таких глобальных проекта. Ну, проекта, то есть первый проект у нее, это как бы программа служит для поиска людей, для обозначения, ну, для нашей координации каких-то действий, и для массовых поисков подростков, ну, детей в том числе. И вторая, чем эта программа, я считаю, хорошая, это она имеет кнопку «СОС». И она подключается к нашей волонтерской, ну, команде, так скажем. То есть, грубо говоря, если вот вообще все убрать, у вас есть бабушка, которая бывает, что что-то забывает, где-то, что-то, ну, куда-то поехала и забыла, где она находится, и что с ней происходит. Если она нажимает на… вы устанавливаете эту программу на свой телефон. На свой? А на ее нужно? И на ее поставили телефон, да. Там должен быть совсем какой-то минимальный интернет. То есть, она нажимает кнопку «СОС», и кнопка «СОС» отправляет оповещение, что она находится в беде вам на телефон. А где эта кнопка находится? Потому что вот если человек с деменцией, он найдет эту кнопку на телефон? Нет, конечно, с такой совсем, как бы, с деменцией, это, ну, нет, не найдет. То есть, это не панацея от всего, эта программа немножко облегчает жизнь другим людям. Кто-то мне скажет, там, ой, зачем это приложение нужно? Я там по выезду, а мама может отправить, если там заблудилась, по выезду свою точку нахождения. И, в принципе, ну, понимаете, я всегда так немножко, как бы, скептизму смотрю на это, потому что в этом нашем приложении там есть анкета, да, уже готовая анкета, где там указан возраст человека, свежая фотография человека. Это, грубо говоря, анкета уже заполненная пропавшего человека. И когда пожилой человек попадает в эту ситуацию, он нажимает просто одну кнопку СОС, и она приходит оповещение нам, к нам, к волонтерам, базовая столовая. И мы видим, то есть, грубо говоря, вот вы нам позвонили и говорите, вы знаете, я получил, я сейчас в Венсплассе, а мама у меня в Риге. Ну, у меня происходит такая ситуация, пропала мама. Она позвонила, сказала, что я заблудился, я получил оповещение СОС, и на этом телефон ее выключился. Ну, представим, да. Можете помочь? Мы заходим в эту систему свою, у нас не сидят люди, не дежурят. Вы можете хоть каждый день эту кнопку СОС нажимать. Но когда вы ее нажали и инициировали эту проблему, тогда в этот момент мы заходим в программу и видим последнее местоположение этого телефона, знаем, какое состояние батареи этого телефона. Если это лето, это не страшно. Если 5% батарейки и это зима, минус 20, это каждая минута играет роль. Понимаете? И тогда мы можем кого-то из волонтеров отправить в эту точку, где она может заблудиться и находиться, и оказать ей как-то помощь. Самое главное, за наши 13 лет поисков людей, это местоположение, мы не можем определить местоположение. Мне говорят, ну, вы знаете, она позвонила примерно где-то в Пурцимсе. Я говорю, ну, Пурцимсе где? В Бикинском лесу или в каком месте она была? Ну, она вышла из больницы, позвонила и все, больше с ней контакта нет. Понимаете? А когда я говорю, пришлите фотографии, ой, у меня фотография где-то там лежит из альбома, мне надо там пойти. Просто вот, ну, как бы люди должны понимать, что если у вас в семье есть какие-то проблемы со здоровьем у кого-то из близких, надо этому посвятить 5 или 10 минут, поставить приложение, научить им пользоваться и людей немножко подготовить. И вы можете эту кнопку SOS между собой нажимать хоть каждый день, на нас это никак не, ну, мы к этому не подключаемся. Мы подключаемся только в тот момент, когда вы к нам обращаетесь и просите помочь именно в данной ситуации, что вот у меня пропала мама, я с ней не могу найти связь. Пошёл к оператору, оператор сказал, принесите паспорт, принесите, как правило, карточка открыта на другого человека, там на маму, допустим, открыта карточка телефонная, он пришёл к оператору, оператор… Никаких данных не даст, конечно. Ну, и у оператора же нет задачи искать людей. У оператора задача предоставить вам услуги телефонные, интернет и телефон вам оказать услуги, он не обязан за вами следить за вашими близкими. И вот люди, многие этого не понимают и не хотят это понимать, и потом звонят туда и ругаются, нам говорят, вот, нам не дают там информацию. Ну, конечно, не даст никто информацию, потому что так это не работает. Тогда любой человек может пойти и получить информацию о другом человеке. Александр, а вот у меня вопрос, если вдруг, вот, например, пожилой человек потерялся, но, например, вот он действительно в панике не может открыть это приложение, но он может позвонить, ну, например, своему родственнику, родственник позвонил вам, вот нажал в своём приложении SOS, вы можете каким-то образом найти его местоположение, если он не нажал эту кнопку SOS или нет? Нет. То есть пока приложение установлено у вас на телефоне, пока вы ничего с ней не запустили, вот эту кнопку SOS, оно спит, она не отслеживает никакую информацию, ничего не делает. Она в этот момент спит. Она только включается, когда вы открываете приложение и нажимаете кнопку SOS. Только тогда она отсылает целую большую анкету, которую вы сами, ну, то, что вот необходимо, вы посчитали нужно, туда заполнили. Может, это довольно-таки часто бывает, когда вот я говорю, пришлите фотографию мамы. Блин, а у меня фотография 20-летней давности или, ой, у меня в альбоме, но это венспился. А это же всё время уходит, понимаете? Время найти фотографию, прислать её, ещё человек где-то в дороге едет. Это всё время, которое работает против нас. Из этого я, когда рассказываю людям, ну, посмотрите, ну, ездит бесплатно, там нету никаких хитрых этих «заплатите нам там один евро» или что-то. Там нету никаких хитрых рекламных ходов. Это тупо бесплатное приложение, которое отлично себя зарекомендовало. Как оно называется, как вы найдете? Она называется «Безвест». Просто вот «Безвест». «Безвест» с ЛВ, да, она доступна в Google Play и так далее. Я ещё не зарегистрировался, но сейчас уже сижу, проявляю, сиди и ковыряюсь. Но зарегистрироваться там обязательно надо, потому что без регистрации оно не даст вам, ну, как бы полной системы этого доступа. Без регистрации, например, доступен каталог пропавших. И вот последний случай. Наш коллега с ЛТВ, Кристор Зинтерс, который пропал 7 декабря. Вот самая свежая анкета, тоже вся фотография, информация о нём. Просто эта аппликация полезна тем, что можно случайно встретить какого-то человека, вот там, того же самого Кристорса и сообщить об этом. Потому что есть прямой выход на контакт организации Александра Безвест с ЛВ. И вообще на список, на самом деле, люди пропали. Вот самый древний случай, что ли, некий Агрис Берзнич с 2005 года находится в розыске. Кошмар. Возможно, с помощью этого приложения как-то что-то произойдёт. А где находится кнопка? Она находится внизу. Но вы, наверное, не зарегистрировались. Нет. Её у вас не видно. То есть она внизу просто... Та же аппликация открывается, но у неё внизу как бы эта кнопочка SOS есть. То есть сразу там, как только она открывается, там сразу... Сразу пошла кнопка, и её надо поддержать несколько секунд. И не надо бояться использовать это. Вы его использовать можете каждый день с мамой, с ребёнком. Тренироваться. Тренироваться, да. А у нас нет оператора, который сидит круглосуточно там реагирует. И сразу там все бросаются службы искать этого человека случайно на жалком. Нет, вы можете между собой коммуницировать. Здесь один только плюс во всём этом. В случае чрезвычайной ситуации вам не надо звонить Безвест и долго рассказывать, где, кто пропал, почему. То есть мы, когда вы к нам обратились, мы можем очень быстро установить... Та же информация, что пришла к вам на мобильный телефон, та же приходит и к нам. То есть анкета, фотография человека, сколько лет ему, какие у него особенности со здоровьем, то, что вы написали. Понимаете? И мы можем это сразу же опубликовать в своих социальных сетях. Довольно-таки часто бывает, что когда мы опубликуем человека пропавшего, нам звонят и говорят, вот ваша бабушка ездит уже пятый круг здесь на трамвае. То есть по кругу ездит и ездит, катается она. То есть она что-то забыла и это. То есть это такое, я считаю, очень нужное приложение с этой кнопкой SOS. И люди, многие просто не знают, что вы становитесь как бы... Мы становимся все вместе как бы как партнёры, грубо говоря. Вы на нас можете рассчитывать. Понятно, что мы не можем гарантировать, что мы там круглосуточно выезжаем и тому подобное. Нет. Но, по крайней мере, мы сможем оперативно как-то отреагировать, кого-то направить туда, как-то уже понимать, где человек пропал. Ещё раз для слушателей объясним, что это приложение, которое можно найти в Google Play и... Ну, оно скачивается, да, и на Android, и на iOS. Да, и оно абсолютно бесплатное, то есть это не требует денег. Вы можете скачать его, установить у себя и у человека, который подвержен группе риска. Да, потенциально может пропасть на всякий случай, зарегистрировать его, оформить анкету, которую можно всегда активизировать. То есть, в общем-то, она попадёт, я так понимаю, в список вот этих вот пропавших тоже? Нет, она попадёт... Нет, она не будет... Эта анкета нигде видна, она просто у нас будет лежать. Но если в случае, если человек пропадёт... Когда пропадёт? ...он активизируется, он активизирует эту анкету. И это быстро очень, ну, как бы ускорит этот процесс. А скажи, в этой связи, Александр, предусмотрена ли какая-то верификация? Ну, не дай бог найдётся какой-то дурной, который захочет побаловаться и кого-то включить в эту анкету и сообщить, что якобы пропал, просто, не знаю, для какого-то извращённого такого веселья своего. Ну, у нас есть защита здесь насчёт этого. Вы когда, ну, как бы логинитесь, вы там оставляете свой e-mail, там указываете какие-то детали. И вообще принципиально, если человек совсем незнакомый, мы же всё равно действуем по заявлению в полицию. То есть вы всё равно должны идти писать заявление в полицию. Просто пока вы идёте писать заявление в полицию, мы уже можем отправить какую-то машину добровольцев поехать и найти этого человека. Ну, доехали, посмотрели, стоит бабушка. Если не стоит, ну, кто-то пошутил так. То есть мы не говорим, что она стоит там. Мы просто поехали, отправили туда людей и нашли этого человека. Кстати, про добровольцев. Если кто-то хочет присоединиться к вашему движению, что для этого нужно, ну, во-первых, чисто физически сделать? И что нужно из себя представлять? Кто вам нужен? В ком вы заинтересованы? У нас вот такой, как бы, образ добровольца – это совершенно любой человек. Это есть и сварщики, и инженеры, и юристы. Совершенно любой. Директора. Очень разные люди. То есть любой человек, у которого есть желание помочь, и он может стать добровольцем. Единственное, что это, как бы, люди, некоторые приходят и думают, что это такое, как за грибами сходить. То есть пришел там, походил, и все. То есть люди должны понимать, что мы добровольцев обучаем. Это бесплатные курсы, которые мы обучаем, как действовать в лесу, как пользоваться радиостанциями, как пользоваться защитой, если нападает дикое животное в лесу, как против медведя защищаться. То есть куча всяких-всяких. У нас есть мероприятий, которых мы обучаем человека совершенно безвозмездно, но мы как бы на него рассчитываем, чтобы потом в процессе он становится членом нашей организации, и он приезжает на поиски людей. Я понимаю, что мы все взрослые люди, и у каждого там есть своя семья, свои дела, но иногда он должен приезжать на поиски. А как происходит именно сбор на конкретный вызов? Специально есть чат и группа, в которых идет оповещение этой информации, что сбор там-то и там-то, и человек приезжает, или отписывается, я не могу. Как правило, если он три раза не приезжает на поиски, то есть это в течение, может быть, месяца, например, если взять три-четыре поиска, если он не приезжает, понятно, что человек этим не хочет заниматься. А если он, ну, или заболел, там тоже есть, ну, по-разному бывает. А есть люди, которые, вот, они посмотрят передачу, кого-то нашли человека, и, ой, я хочу, потом приезжают, ой, а здесь надо ходить с троем, а что здесь еще и смотреть, надо под ноги. Ну, в общем, очень странные есть люди, на самом деле разные люди все. А есть вообще статистика, сколько людей пропадает, ну, вот, насколько часто удается их найти живыми, ну, то есть, вот, ну, вот, как это примерное, вот, хотя бы там пропадает, вот, ну, в зависимости от времени года? Ну, это, наверное, статистика больше у полиции есть, у нас такой статистики нет, у полиции есть общая картина, они видят, ну, всех пропавших, потому что, вот, подростки, как часто их ставят в розыск, потому не все они пропадают без вести, а часто они из этих, из, ну, интернатов убегают, а интернат обязан сообщать, что он убежал. И кажется, что открываешь, что одни там дети пропали, а на самом деле они просто пропали, потому что они убегают, бегуны. Они есть уже там по три раза одни и те же появляются. А есть люди, которые на самом деле пропадают, ну, неизвестно. Ну, как правило, полиция очень по детям оперативно работает. После Ивана Берладина, ну, они сделали очень серьезные, я считаю, шаги и очень быстро включаются в поиски. А если, действительно, вот статистика о причинах, что это, что такое? То есть, вот, подростки убегают из интернатов, есть, вот, ну, дети из неблагополучных семей, которые, ну, просто вот бегут, куда глаза глядят, потому что вот их приперло. Есть люди с деменцией, которые просто теряются, потому что, ну, вот они идут, они не понимают, где они находятся. Какие-то еще вот примеры, ну, вот, что может вызвать потерю? А у подростки с аутистическим спектром очень довольно-таки большое количество их, ну, пропадает. Их очень тяжело искать вообще на самом деле, потому что они, в отличие от, ну, детей, которые просто убегают, они могут убежать, сидеть в лесу и, ну, как бы спрятаться и сидеть, и не выйти, вот ты будешь ходить звать его, а он будет сидеть рядом здесь и не выйдет. Только выйдет на голос матери, если мама будет звать. То есть вот такая вот есть особенность. В принципе, в каждом, ну, каждый случай пропавший от человека – это очень-очень индивидуально, его очень надо понять, осознать, и только тогда мы можем оказать какую-то помощь людям. То есть вообще искать людей очень-очень тяжело, и поэтому мне бы хотелось бы, чтобы люди скачивали приложение, ставили его, и нам бы облегчили бы труд. Я вот всегда слышу процентов 90 одну и ту же фразу, когда я приезжаю на поиск. Мне говорят, вот я никогда не думал, что это случится со мной. Но вот она же нормальная была, всё, она не забывала. Ну, пару раз она что-то там забыла чайник выключить, и несколько раз мне мама позвонила, что села не на тот автобус, а сейчас я даже не знаю, где она уже 12 часов находится. Понимаете? И вот эти вот звоночки, мы как бы не обращаем внимания, мы кажутся, что наши родители, они живут вечно, они самые умные, самые сильные, и не замечаем того момента, когда в какой-то момент они уже не самые сильные, не самые всё запоминающие. Это старость уже называется. Ещё раз напомним, приложение, аппликация называется Безвест, так же, как и организация Безвест ЛВ, доступна она везде, и в Google Play, и для Apple тоже. Более тысячи скачиваний уже, между прочим. Ну и опять-таки, ещё раз напоминаем, что смысл этого приложения в том, что когда идёт счёт на минуты, во-первых, вы можете сразу сделать фотографию этого человека, которого подвержен в группе риска, то есть вам не нужно будет её искать, эта фотография, она будет самая свежая. Она будет свежая, потому что вы когда регистрируетесь, вы сразу там спрашиваете, сделайте фотографию. Вы подошли, сделали сразу. Сделали фотографию, да. И плюс ко всему там будут анкетные данные, всё, что, в принципе, вот вы, может быть, даже в состоянии, вот когда жуткая тревога, когда полная растерянность, люди не могут даже сообразить, в чём, там как, что, какие приметы, сколько лет, то есть там просто люди, ну, начинают теряться, плыть, эта анкета сразу же моментально будет активизирована, доступна, то есть это, опять-таки, всё то, что драгоценное время позволяет сэкономить. Да, та самая тревожная кнопка SOS доступна в этом приложении. Давайте ещё раз поблагодарим разработчиков компании Chely Labs, которая абсолютно безвозмездно для Безвест СЛВ создала эту аппликацию. Спасибо. Спасибо большое. И очень легко пользоваться, то есть эта кнопка вызова, не бойтесь её нажимать, она активизируется только после того, когда человек обратился в организацию Безвест СЛВ, вы можете даже тренироваться, объяснить своей, там, не знаю, маме, бабушке, как это делать, нажимать эту кнопку, имитировать вот эту ситуацию, для того, чтобы она прекрасно понимала, как это всё должно происходить. Ну, и будем надеяться, что действительно эта аппликация спасёт. Поможет избежать до множества каких-то, в том числе и трагических ситуаций. Оставит нас безработными. Ну, к сожалению, вам работы всегда будет хватать. Руководитель организации Безвест СЛВ Александр Фоминский был с нами в студии сегодня. Александр, большое спасибо, что пришли. С наступающими праздниками. Спасибо большое вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Радио Болтком.